Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Рада приветствовать вас на YouTube-катале Giltek и наша сегодняшняя тема – подросток в салоне. Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и практикующий косметолог с 25-летним стажем и буду рада ответить на ваши вопросы, которые вы часто задаете. Наступление подросткового возраста сопровождается изменениями гормонального фона, который напрямую влияет на состояние кожи подростка. В каком возрасте это произойдет и какие последствия будет иметь, предсказать невозможно. Это зависит как от наследственных факторов, так и индивидуальных особенностей организма ребенка. Принято считать, что у подростков в основном жирная кожа с акне, но это не всегда. Независимо от того, станет ли кожа подростка в переходном возрасте проблемной или нет, родителям все равно следует помочь детям, вступающим в период полового созревания, подобрать правильный ежедневный уход. Необходимость регулярного ухода с помощью косметических средств обусловлена тем, что с возрастом структура эпидермиса меняется, и об этом мы снимали очень много видео ранее. Так когда же начинать ухаживать за кожей? Давайте разберем. В возрасте от 0 до 11-13 лет обычно не требуется специального ухода за кожей, так как кожа еще самостоятельно поддерживает соответствующий уровень увлажненности благодаря герметичным свойствам гидробарьера. Тут речь идет просто о ежедневной гигиене. Лишние косметические средства могут как минимум не принести никакой пользы, а как максимум помешать естественной защите кожи. Исключения могут составлять только какие-нибудь заболевания кожи и нарушения кожи, например, экзема, дерматиты и другие, когда нужна медикаментозная помощь. Исходя из возрастной физиологии кожи, также опираясь на мнение ведущих врачей-дерматологов, можно точно сказать, что правильное время для старта и применения уходовых косметических средств – начало полового созревания. У девочек это период первой менструации, примерно с 13-14 лет. У мальчиков практически тот же возраст – 12-14 лет, тогда, когда начинает ломаться голос. Как определить, что кожа уже начинает подавать сигналы о том, что за ней нужен теперь особый уход? Таким признаком кожи можно отнести воспаление различных типов – открытые, закрытые комедоны, мелиумы, папулы и пустулы, а также расширенные поры, обильный жирный блеск на лице, покраснение, зуд и шелушение. К более редким проявлениям относят обезвоженность и сухость кожи. У подростков действительно возможен сдвиг в сторону сухого типа кожи, но при этом на лице могут образовываться прыщи. Роговой слой сухой и поврежденной кожи, потому что становится доступным для размножения бактерий, которые непосредственно и вызывают воспаление. Легкую степень акне, а это наличие 10-15 папул, можно купировать при помощи правильно подобранных уходовых средств. А явно выраженные акне с папулопостулезной сыпьей и узлами необходимо лечить только с врачом. К основному переходному возрасту, это к 14-18 годам, гидробарьер все еще хорошо сбалансирован. Однако за счет усиленной выработки гормонов кожа может вырабатывать слишком много себума. И при неправильном очищении и нарушенном pH могут появляться воспаления. Поэтому в этот период кожа нужно помогать, поддерживая ее домашними уходовыми средствами. Ну и самый частый вопрос, который задает родители подростков, это с какого возраста начинать салонный уход. Косметология, в отличие от медицинской деятельности, не разделяется на детскую и взрослую. Поэтому с 11 лет подростков уже принимают в салоне. Но хочу акцентировать внимание на этом, что посещение салона или клиники красоты возможно с 11 лет, но до достижения 17 лет обязательно присутствие родителя на процедуре. Принято считать, что основная процедура для подростка – это чистка. Но в качестве салонных уходовых процедур можно задействовать и аппаратную косметологию, и себорегулирующие процедуры. Увлажнения направлены на восстановление микробиома и гидробаланса кожи. Все эти процедуры могут выполняться в ритме поддерживающих один раз в месяц, например, УЗИ-пилинг, или же один раз в неделю, такие как себорегулирующие процедуры или дополнительное увлажнение. Они особенно хорошо помогают при обезвоженном типе кожи, когда у подростка есть воспаление, но в целом кожа сухая и не насыщена влагой. Помимо сальных желез, чувствительны к андрогенам волосяные фолликулы и потовые железы. Поэтому стоит обратить внимание не только на процедуры себорегуляции или увлажнения, или начистки, но и на процедуры профессионального удаления нежелательных волос, которые вначале стоит выполнять у специалиста, чтобы не усугубить проблему и избежать врастания волос, а также увеличения растительности. На какую процедуру лучше записать подростка? Об этом лучше спросить у косметолога на консультации, потому что все очень индивидуально, и только косметолог, который будет выполнять процедуры, сможет дать на это ответ. А вот гигиене уделять внимание лучше в домашних условиях, и на этом нужно сделать акцент. И как обычно, хочу представить средство Гильтек по уходу за кожей, которое можно предложить подростку в домашний уход. Мы очень много снимали видео о прицельном уходе за кожей с акне. Можно пройти по ссылке и посмотреть любое видео на нашем канале. А я хочу напомнить, что очищение – это 50% успеха любого ухода за кожей. Для подростков можно рекомендовать нейтральные средства, например, гель очищающий для ежедневного умывания, или обратить внимание на средства из нашей натуральной линейки «Зе Юн». В коллекции тоников у нас тоже большой выбор. Например, хороший помощник для кожи с повышенным салоотделением – двухфазный тоник «Себа Баланс». Или же базовый тоник для жирной и проблемной кожи. Для поддержания кожи в норме у нас есть универсальные гели с преи-пробиотиками. Например, сыворотка «Пробиоскин» или гель «Увлажняющий плюс» из базовой профессиональной коллекции. Также можно обратить внимание на сыворотку «Тру Бэби Фейс» из нашей натуральной линии, которая содержит неоциномит, витамин С и экстракты ягод. Отлично себа регулирует кожу, борется с акне и пигментацией. Еще хочу обратить внимание на средства для гигиены тела, которые тоже можно порекомендовать подросткам. Основной – это гель для интимной гигиены, который имеет слабокислый pH 4,5, приближенный к натуральному, естественному pH интимных зон. Также гель для душа «Эксит Терапи» для тех, у кого беспокоит высыпание на спине и груди, а также те, у кого врастают волосы. Благодаря активному комплексу из салициловой кислоты, миндальной и молочной кислот, а также экстрактов растений, гель эффективно очищает кожу тела, уменьшает количество высыпаний и обладает себорегулирующим и противовоспалительным действием. Также хочу обратить внимание на линию масел для душа с увлажняющим эффектом. Масла предназначены для бережного очищения чувствительной, раздраженной, сухой и огрубевшей кожи любого типа, в том числе и атопичной. Очищающее масло для тела, некомедогенное, не провоцирует высыпание и не закупоривает поры. Формула с мягкой моющей основой, пребиотиками и антиоксидантами в составе бережно очищает кожу, заботясь о ее защитном барьере и микробиоме. Еще хочу обратить ваше внимание на одно средство. Это крем, увлажняющий микробиом Кеа. Крем универсальный, питает, смягчает и предотвращает обезвоживание кожи, восстанавливает структуру гидролипидной мантии и препятствует потере влаги, очень хорошо регенерирует и убирает раздражение. На сегодня у нас все. Кого интересует прицельное решение проблем с кожей, можно посмотреть другие видео на нашем канале. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, что видео было для вас полезно и интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.